До нового года остается ровно три недели, а значит самое время собирать подарки. Кстати, для тех, кто еще не выбрал, что будет дарить своим близким и друзьям, отличная новость. Ведь в эти выходные в конторе пароходства массово распродадут современные искусства. О проекте арт-маркета Анчоус нам расскажет его руководитель Александра Жирнова. Она с нами на связи. Александра, здравствуйте. Очень любопытная задумка с ярмаркой, а почему такое забавное название у нее Артчоус? Сложно объяснить на самом деле. Мы пытались придумать оригинальное название, и те, которые вроде бы нам казались оригинальными, мы накидывали и понимали, что либо это уже есть, либо это как-то сухо звучит, как-то необычно. И кто-то посоветовал назвать маркет «Жирная форель». И мы такие, смешно, но не будем. Но в итоге нам почему-то так запало это название. И в какой-то момент мы уже согласились назвать маркет «Жирная форель», но все-таки мы немного отошли от этого. Решили назвать «Артчоус», «Анчоус», «Арт энчоус», «Выбирай искусство», «Из искусства выбирать». Наверное, получилось запоминающее. Мы очень надеемся. Действительно. А у кого подсмотрели идею такого проекта «Арт-маркет» или это сами придумали? Ну, на самом деле, арт-маркеты практикуют во всем мире. Почти в каждом городе есть, проходит арт-маркет. И почему бы не попробовать привезти его здесь? В то время, когда работает контора, мы поняли, что есть люди, которые хотят действительно приобрести искусство. И почти на каждой выставке у нас покупают картины. И мы подумали, почему бы это все вместе не собрать и продать. А что будут продавать на ярмарке? Чьи произведения искусства? Наших тюменских авторов или вообще со всей России? Работы будут региональных создателей. Это не только тюменцы. Нам привозят работы из Петербурга. Также маниканты и модельеры тоже будут не все тюменские. Можно будет у модельеров купить работы из капсульной коллекции. Допустим, кофту в единственном экземпляре в мире. Это очень круто и интересно. У музыкантов можно будет приобрести их альбом, песню QR-коду. Никто не спит. Будут у нас стоять маленькие арт-объекты. Это отдельная ключевая вещь, которую обязательно нужно посмотреть, даже если вы не хотите ничего приобретать. Также художники у нас кто-то создает специально для маркета. Работа кто-то показывает то, что у него уже есть. Кто-то дублирует работы, которые у него чаще покупают. И будут представлены на выставке. У нас будет также еще гончарное искусство, малая скульптура, холсты, графика и немного печатной техники. А помимо ярмарки можно ли будет посетить выставку или, например, насладиться выступлением музыкантов? Кто будет выступать? Да, у нас будет выступление музыкантов. У нас на сайте выставлено большое расписание. Помимо музыкантов у нас будет аудио-визуальный перформанс. У нас будет в открытом доступе просмотр музыкальной сходки нашего проекта, конторы проходства. Выставка будет в этот момент монтироваться. Об этом чуть попозже мы расскажем. У нас сейчас готовится очень интересный выставочный проект. Уже после арт-чоуса можно будет ей насладиться. Александра, а как попасть к вам на ярмарку? Вообще вход свободный для всех? Да, вход свободный, но перед этим обязательно нужно будет посетить сайт Арчоус. Если его будет сложно найти, можно посмотреть у нас в группе ВКонтакте, контора пароходства. Там нужно будет зарегистрироваться по времени. Так как мы ожидаем большой поток людей, но у нас все-таки есть ограничения по 50 человек, нужно регистрироваться на определенное время. Когда вы зарегистрировались, вы получите на месте, куда вы пойдете, либо вы регистрируетесь, если никто не спит на определенное время, потом пойдете в контору, но вам везде выдадут браслетик. По этому браслетику наши волонтеры могут отследить, в каком зале вы можете находиться. И также они будут следить на потоке людей, чтобы не превышало большое количество. Допустим, больше 50 не может у нас находиться в большом зале или в малом зале. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, во сколько и где будет проходить арт-ярмарка. Наш арт-маркет будет проходить 12 декабря с 12 до 8 вечера в мультицентре контора пароходства и в книжном магазине никто не спит. Обязательно регистрируйтесь на сайте, берите маски и приходите покупать искусство. Спасибо большое, Александра, и до свидания.